С какого возраста можно дрессировать щенка собаки в домашних условиях? Вообще с того момента, как малыша принесли в дом. Изначально стоит воспитывать собаку, объяснить ей, куда нужно ходить в туалет и чего делать не стоит. Много проблем возникает с приучением щенка к туалету. Собака должна привыкнуть, в какое время вы ее выгуливаете. Старайтесь постоянно ходить с псом на улицу в одно и то же время. С чего начинать дрессировку щенка? Существует два подхода к дрессуре. Наказание поощрения не обязательно, поощрение должно быть лакомством. Вы можете просто погладить щенка, похвалите его и поиграть с ним. Не стоит часто наказывать собаку. Чтобы понять, усвоил ли пёс урок после того, как вы наказали пса, посмотрите на него. Если щенок опустил голову и принял позу подчинения, это все хорошо. Если собака скалится и возмущается, стоит продолжать пса наказывать. Первый принцип дрессуры приучить щенка к ошейнику и поводку дать привыкнуть к личке команды «Место ко мне» фу. Какое лакомство давать щенку при дрессировке? В качестве лакомства нужно использовать продукт, который вы не даете собаке часто. То есть это не должен быть сухой корм. Лучше всего, если это будет что-то сладкое, например, галетное печенье, сушки. Также допускается давать небольшие кусочки мяса. Не стоит перекармливать питомца вредными продуктами. Помните, то, что используется для обучения, должно быть редкостью в рационе собаки. Каким командам тренировать щенка до 3-6 месяцев в список команд? Как только щенка принесли в дом, через 5-6 дней после адаптации, наденьте на пса ошейник. Он может его стягивать и скулить. Не подавайтесь. Снимать ошейник можно только перед сном. На следующий день присоедините поводок. Щенок может хватать зубами поводок и пытаться вырвать из рук. Не подавайтесь. Несмотря на недовольство щенка, выводите его гулять в поводке. Если вашему щенку полтора месяца он успешно освоил свою кличку, привык к поводку и ошейнику, время научить его самым простым командам. Всего существует несколько блоков команд. На каждый блок дается примерно 3 месяца. То есть за 90 дней пес должен освоить все команды из первого блока. Список команд из первого блока «Камнефу» Место как научить щенка в домашних условиях команде «Сидеть», «Обучение» и «Жесты». Это достаточно распространенная команда, которую можно осваивать, как только щенок выучил самые простые команды и беспрекословно их выполняет. Инструкция «Возьмите лакомство и подзовите щенка». Дайте понюхать вкусняшку и постепенно, медленно поднимайте лакомство над носом пса. После этого по мере подъема вкусняшки песик вынужден будет сесть самостоятельно. Можете немного помочь животному, похлопав его по попе. После этого скажите «Сидеть» и похвалите собаку, погладьте ее и дайте лакомство. Команда считается усвоенной, когда пес быстро выполняет ее и садится по указанию. При этом не встает до тех пор, пока хозяин не скажет, как научить щенка в домашних условиях команде «Лежать», «Обучение» и «Жесты». Порядок обучения похож на команду «Сидеть». Но все же сам принцип отличается. Инструкция «Возьмите лакомство и дайте понюхать другу». Теперь медленно опускайте вкусняшку, положите ее на пол, но не позволяйте псу съесть ее, надавливайте собаке в области лопаток, пока она не ляжет. Дайте съесть лакомство и похвалите, как научить щенка в домашних условиях. Команде «Фу, нельзя», обучение и «Жесты». Научить пса о команде совсем несложно. Но все же стоит знать определенные правила. Особенно осторожным стоит быть на улице, когда пес что-то подобрал и принес вам. Не стоит тут же отбирать добычу и кричать на животное. Необходимо говорить «Фу», еще до того, как пес схватит какую-то ерунду. Инструкция «Как только вы заметите, что ваш любимец шкодничает», крикните «Фу» и заберите собаку. Вам нужно препятствовать действию, это лучше сделать до совершения проступка. Бить собаку после и кричать не стоит. Это касается и туалета, не нужно через два часа после шкоды наказывать пса, он не поймет, за что его журят. Как только вы дома увидели, что пес собирается нашкодничать, оттяните его. Если собака грызет тапки, заберите их и накажите пса. Крикните «Фу» и отчитайте животное. Вам нужно добиться того, чтобы ваш питомец повесил голову и принял виноватую позу. Нюанс в том, чтобы научить пса ничего не подбирать на улице, ведь это может быть отравленный кусок приманки. Для этого положите кусочек лакомства перед псом, он будет пытаться схватить и съесть его. Но ваша задача не допустить этого. Крикните «Фу» и легко хлопните по морде. Также можно использовать мухобойку или свернутую в трубочку газету. Далее повторяйте процедуру до тех пор, пока пес не научится игнорировать лакомства. После этого возьмите кусочек и дайте собаке из собственной руки. Как научить щенка в домашних условиях команде «Ко мне» обучение и жесты. Научить команде несложно, она позволит держать пса в поле зрения и мгновенно вернуть его к себе. Инструкция Проводите занятия после прогулки, когда пес немного подустал. Так он будет охотнее выполнять команды. После этого, когда собака находится на расстоянии, позовите ее по имени и дайте лакомство. Скажите «Ко мне», похлопайте пса. Постепенно отдаляетесь от собаки, то есть вам нужно увеличить расстояние между животным и собой. Теперь крикните им и ко мне. Покажите лакомство, дайте собаке и похвалите ее. Как научить щенка в домашних условиях команде «Голос», обучение и жесты. Эта команда является достаточно сложной для освоения и необязательной. Лаять по команде обязаны собаки, которые заняты на патрульной или розыскной службе. То есть пес подает голос, когда что-то нашел или когда увидел чужого, приближающий гасе человека. Проще всего научить команде «Голос» собак с сэнгвеническим или холерическим психотипом. Такие собаки склонны много гавкать, но необходимо научить пса вести себя тихо и гавкать только в случае необходимости. Считается признаком отсутствия дрессуры, если пес лайк без причины. На видео представлено, как быстро научить пса команде «Голос». Как научить щенка в домашних условиях команде «Место», обучение и жесты. Это одна из самых первых команд, которую должен освоить пес. Не стоит разрешать собаке спать, где попало. Особенно это касается постели хозяйки. Как бы вы не любили пса, нельзя разрешать ему спать на кровати. Инструкция «Команда. Место» осваивается сразу после попадания щенка в дом. Вы должны принести щенка к его коврику, положить и сказать «Место». Вечером вы увидите, что щенок укладывается спать там, где ему удобно. Возьмите щенка на руки и отнесите на коврик. Тихим голосом произнесите «Место». Не стоит туда класть еду, в данном случае принцип с поощрением еды использовать не стоит. Собака может неправильно вас понять. Со временем пес на это место может начать таскать еду. Поэтому ассоциаций «Место» и «Пища» не должно быть. Как научить щенка в домашних условиях команде «Рядом обучение и жесты». Инструкция «Сказав рядом» с помощью поводка подвести животное к своей левой ноге, одновременно ошлепнув по ней левой ладонью. И поставить его так, чтобы его голова касалась вашей ноги. Когда он займет эту позицию, дайте щенку лакомство. Для служебной собаки критично выполнять эту команду, обойдя хозяина по кругу по часовой стрелке, так ей будет легче занять правильное место. Помогайте псу в этом поводком. Дворняжку можно не учить обходить хозяина по кругу. Она должна просто подойти и встать с левой стороны. Как научить щенка в домашних условиях команде «Дай лапу обучение и жесты». Команда не обязательно и особой ценности и смысла не имеет. Научить собаку достаточно просто. В видео подробнее о том, как научить пса давать лапу по команде. Как научить щенка в домашних условиях команде «Опорт обучение и жесты». Команда «Опорт» выполняется в комплексе с командой «Дай». Пес должен научиться вам подчиняться. Для этого дома, когда пес играет со своей игрушкой, скажите «Дай» и потяните игрушку. Чтоб пес отдал вам ее, отвлеките его лакомством. После этого, когда собака отпустит игрушку, похвалите ее. Далее, стоит научить пса без сопротивления отдавать вам миску с едой. Это своеобразный показатель, кто в доме хозяин. Помните, хозяином являетесь вы и не позволяйте пцу командовать вами. Когда пес ест, заберите у него миску. Если пес сопротивляется, рычит и скалится, надавите ему на лопатки, прижав к полу. Не ослабляйте давление до тех пор, пока пес не перестанет рычать и скалится. Инструкция. Чаще всего команда осуществляется на улице и после того, как пес освоил команду «Дай». Необходимо взять палку или любимую игрушку и швырнуть ее подальше, крикнув «Апорт». Инстинкт пса подскажет, что стоит предмет схватить. Подзовите пса к себе и по команде «Дай». Заставьте его выпустить предмет из пасти. Дайте лакомство и похвалите. Тренировка служебных собак происходит примерно по такому же алгоритму, только ищут они определенный предмет. Маленьких собак обычно не тренируют команде «Апорт». Как научить щенка в домашних условиях команде «Стоять», обучение и жесты. Команда «Стоять» или «Лежать» – это способ развития пса выдержку. То есть не вставать с указанной позиции без определенной команды и действия. Изначально нужно научить пса лежать. Команда дается, когда необходимо заставить песика провести в неподвижном состоянии 50 секунд. Вы должны надавливать на лопатки или спину питомца, повторяя команду. В идеале пес должен уметь лежать или сидеть или стоять до 30 минут. Это одна из самых ответственных и сложных команд. В идеале вы должны добиться от песика полного послушания и подчинения. Когда питомец перестал сопротивляться, отдает вам миску, не рычит приносить палку на прогулки и отдает ее, можете приступать к обучению команде «ФАС». Данная команда необходима для сторожевых пород или охранников. Приступать к обучению стоит в возрасте пса 10-12 месяцев. Лучше всего это делать в тренировочном центре, в котором имеются специальные костюмы и бандажи. Вы должны понимать, что после отдачи команды собака может причинить вред другому человеку, поэтому вся ответственность ложится на вас. Курцхара, лайки, ротвейлера, советы. Любой хозяин четвероногого друга должен понимать, что не все песики хорошо обучаемы. Это зависит от темперамента пса и породы. Некоторым достаточно один раз сказать команду и пёс выполнить, а кому-то нужны нудные и постоянные тренировки. Достаточно просто с пуделями и лабрадорами. Всех псов обучать командам стоит с определенного возраста. Идеальным считается трехмесячный возраст. Но обучение самым простым навыком должно производиться с того момента, как щенок окажется у вас дома. В зависимости от породы собаки отличаются и команды. Таким пёсикам, как Йорк или Шпиц, не обязательно учить команду «Голос». Но как показывает практика, эти собаки любят гавкать постоянно и просто так. Поэтому, чтобы вас не раздражало и вы хотите сдержанного питомца, то все же команде «Голос» стоит обучить. Мало завести собаку и наслаждаться плюшевым другом, нужно потратить массу усилий и времени на адаптацию пса в обществе.